Здравствуйте! Это программа «Время жить». Это время обсудить спорт, здоровье и достижения медицины. Сегодня вы увидите. Отдавать ли ребенка в тяжелую атлетику? Все за и против. Польза и вред мобильников. Как правильно выбрать сотовый телефон? Будущим мамам и папам на заметку, насколько важно планирование беременности. Тяжелая атлетика Петербуржец Владислав Краевский. По профессии он был врачом. Именно с него началось становление этого вида спорта в нашей стране. Тяжелая атлетика официально. Занятия разрешены с 10-летнего возраста. В таком возрасте мало отдают на этот вид. Потому что еще такое мнение старое существует. Опять это из-за того, что считают, что не вырастет там мальчик или девочка. Это заблуждение полнейшее. Какие-то будут невероятные нагрузки на позвоночник, на весь организм. Опять этот вид спорта. Еще раз говорю. Во-первых, кратковременное воздействие со штангой. Подъем длится доля секунды. Кратковременное воздействие штанги на организм человека. Потом идет отдых. То есть здесь нет монотонности. Часами непосредственно на цепи тебя держат. Часами ты поднимаешь, 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 поднимаешь. Такого нет. То есть только благотворное воздействие на организм человека. Андрею Сазонову 12 лет. Тяжелой атлетикой он занимается примерно два года. За это время он уже участвовал в соревнованиях. И занял второе место в первенстве Рязанской области среди юношей. Поскольку я был такой толстенький, слабенький. А когда я начал сюда ходить, я прям, как бы сказать, стал боготвером, стал сильнее. На начало было 10,5 килограмм. Потом уже 50. Сейчас. Считается, что тренировки с силовыми снарядами накачивают мышцы, обеспечивая им хороший рельеф, исправляют сутулость, которая у подростков распространена. Тяжелая атлетика – это скоростной силовой вид спорта. Она развивает естественную силу, скорость движения, гибкость и координацию. Однако само название «тяжелая атлетика» заставляет задуматься, а не будет ли тяжело ребенку. Тяжелая атлетика – это, я не знаю, кто-то выдумал такое, лучше бы назвали ее «атлетическое двоеборье». Тогда бы люди спокойнее бы отдавали. Потому что существует вид спорта, где, вернее, все виды спорта связаны с какими-то нагрузками, где секунды, метры, килограммы, да и единоборство, они все через штаммы. Сила всем нужна. Взять легкую атлетику, если там название вида спорта – легкая атлетика, но там раздел метания, там спортсмены, которые масса у них там за 110-120 килограммов, они со штаммы там творят чудеса. Потому что, чтобы послать снаряд на какое-то, допустим, копье метнуть, там ядро толкнуть или диск метнуть, там нужна колоссальная сила. Но название легкая атлетика – это так, что думайте. В спортивных клубах иногда можно услышать такие фразы, как от приседаний летят колени, мениски, травмируется позвоночник, можно получить грыжу и тому подобное. Специалисты считают, что опасения людей верны лишь с той точки зрения, что все нужно делать разумно. Важно соблюдать технику и прислушиваться к советам тренера. А еще прежде чем отдавать ребенка в тяжелую атлетику, стоит проконсультироваться с врачом. Если противопоказаний нет, а желание заниматься этим видом спорта у мальчика или девочки есть, возможно, стоит попробовать. Не исключено, что именно в вашей семье подрастает будущий олимпийский чемпион. Андрей Сазонов рассказал нам о своей мечте. Стать мастером спорта в тяжелой атлетике. Тренеры уверены, тяжелая атлетика будет популярна и востребована всегда. Ведь этот вид спорта требует силы, выносливости, ловкости и других навыков, которые присущи настоящим мужчинам. Появившись не так давно, мобильный телефон уже стал непременным атрибутом нашей жизни и породил в обществе бесконечную дискуссию о соотношении вреда и пользы от использования этого достижения современных технологий. О влиянии электромагнитного поля сотового на людей расскажем дальше. Сотовый вошел в нашу жизнь стремительно и бесповоротно. Мобильный телефон есть практически у всех и везде. Он становится все более умным и полезным. Все мы оценили преимущества и удобства беспроводной сотовой связи. Однако мобильник – это передающее устройство, а значит и источник электромагнитных полей. Если не выпускать его из рук и безустанно разговаривать по нему, вреда становится больше, чем пользы. Основными симптомами при воздействии электромагнитного поля от мобильного телефона является это прежде всего головная боль, раздражительность, снижение памяти, концентрации, нарушение сна. Так что нужно делать, чтобы обезопасить себя от электромагнитного поля мобильных телефонов? Существует два основных принципа. Это принцип первой – защита временем и защита расстоянием. Вот по поводу первого принципа – это не следует разговаривать в день более получаса. Разговор должен быть не более трех минут и перерыв между разговорами должен быть более 15 минут. Согласно санитарным нормам и правилам в России введены рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов для отдельных категорий населения. Не следует пользоваться радиотелефонами лицам моложе 18 лет, женщинам в период беременности и лицам с имплантированными водителями ритма. В последнее время очень много говорят о специальных средствах, которые уменьшают излучение мобильных телефонов. Это различные пластинки и сеточки. Но действенны ли они? Это так называемые изделия, которые сделаны по нетрадиционным технологиям. Их отнести к средствам защиты нельзя, потому что по определениям средства защиты должны уменьшать уровень электромагнитного излучения до санитарных норм. Но если фактические измерения этих изделий показывают, что они не уменьшают уровень электромагнитного излучения. К тому же хочу заметить, что все изделия, все приборы, которые являются источником физических факторов, в том числе и электромагнитного излучения, в России проходят гигиеническую оценку. Если эти изделия и приборы прошли гигиеническую оценку, значит они соответствуют санитарным нормам. Если они соответствуют санитарным нормам, значит они не требуют дополнительной защиты. Специалисты Роспотребнадзора считают, что при удалении мобильного телефона от главы пользователя на расстоянии, например, 30 см, уровни электромагнитного излучения значительно уменьшаются. Таким образом, использование гарнитуры является очень хорошей защитой от излучения. При покупке мобильных эксперты рекомендуют выбирать телефоны известных фирм, интересоваться наличием сертификата, а еще обратить внимание в инструкции в разделе о безопасном применении на такой показатель, как САР. Это удельная поглощенная активность, которая измеряется в ваттах на килограмм веса. Так вот, по европейским стандартам САР должен быть не более единицы. Это если, ну, критерии такие, что САР менее 2 ватт на килограмм, это очень малоизлучающий телефон от 0,2 ватт на килограмм до 0,5, это малоизлучающий телефон от 0,5 до 1, это излучение средней мощности, ну а больше единицы это уже высокие. То есть необходимо поинтересоваться этим показателем. Словом, при покупке телефона важно обращать внимание не только на дизайны функций, но и на документы, подтверждающие безопасность аппарата для человека. Профилактика заболевания всегда выгоднее и предпочтительнее их лечения. Особенно это важно при планировании беременности. Чтобы малыш был здоров, будущие мамы и папы должны отнестись к своему здоровью со всей серьезностью. На что в первую очередь следует обратить внимание и какие обследования необходимо пройти, расскажем в следующем сюжете. Планирование беременности включает в себя полное обследование мужчины и женщины, сдачу всех анализов, лечения хронических заболеваний. Минимум обследований, которые проводятся перед наступлением беременности, обычно такой. Обязательно нужно определить группу крови и резус-фактор будущих родителей, чтобы избежать во время течения беременности различных неприятностей. Если уже есть резус-конфликт, то дети рождаются довольно тяжелые. Оказалось бы, простой анализ, да, группы крови и резус-фактор. И если группы крови, ну группы крови ничего, но когда резус-фактор не совпадает, то обязательно нужно женщину обследовать на антитела. И если есть эти антитела, то до наступления беременности проводится лечение, чтобы эти антитела, титры их уменьшить хотя бы, хотя бы уменьшить. И уже тогда течение беременности, рождение ребенка прогнозируется совершенно другое. Обязательно нужно сдать анализы на урогенитальную инфекцию, нет ли ее. Обязательно делается ультразвуковое исследование женщины, смотрится состояние ее внутренних органов. И сдаются по показаниям доктора еще ряд анализов, если это нужно в этой именно семье. Планируя беременность, будущим родителям желательно вспомнить об общих правилах ведения здорового образа жизни, соблюдение которых позволяет существенно повысить иммунитет и, соответственно, возможность рождения здорового ребенка. Если беременность у женщины не наступает по каким-либо причинам, после того, как она обследовалась, и она, и супруг ее обследовался, не наступает по каких-либо причинам, то они опять же обязаны обратиться к доктору. Но в какие сроки? Раньше мы эти сроки устанавливали где-то полтора-два года. Сейчас эти сроки значительно меньше. И считается, что если у женщины без предохранения не наступила беременность у супружеской пары в течение полугода, то это уже довольно серьезный симптом, и уже выставляется диагноз первичное бесплодие, и проводится более углубленное исследование. Многие проблемы корректируются, однако, когда это невозможно сделать, паре предлагает методику ЭКО. Экстракопоральное оплодотворение в мире уже больше 25 лет существует, ну и в нашей стране чуть поменьше. Сейчас уже есть дети взрослые, уже взрослые люди, а не дети, которые сами имеют детей. Значит, методика эта разработана была для женщин, у которых нет труб маточных. Но в настоящее время показания КЭКО очень расширенные. Сюда входят и заболевания, и матки, и яичников, и труб, и заболевания эндокринные. То есть очень расширенные эти показания, и довольно успешно проходит эта процедура, технология для того, чтобы получить у женщины беременность. Столкнувшись с ЭКО, у пар возникает множество вопросов. Один из самых распространенных касается опасений по поводу возможных врожденных дефектов и патологий, таких, например, как заячья губа и волчья пасть. Каков на самом деле риск при использовании этой методики? Какой мы имеем материал изначально у мужчины и у женщины, таких мы имеем детей. И даже бы, если эта пара забеременела в природе, как говорится, без вмешательства врачей, если там какая-то идиот, патология еле уловимая, то она проявится у детей. А если пара здоровая совершенно, то, конечно, какой материал биологический есть, будут здоровые, хорошие дети. Это не зависит от того, как забеременела женщина, обычным путем или методом ЭКО. Это зависит все от материала, который в этом участвует. Тем не менее, нередко бывает и так, что женщина приходит на ЭКО, а в результате оказывается, проблема поддается лечению, и чем раньше обратиться к врачу, тем легче ее устранить. Помимо посещения доктора, при планировании ребенка не стоит забывать о простых правилах. Исключить вредные привычки, наладить режим питания, избегать стрессовых ситуаций, не забывать про умеренные физические нагрузки и как можно чаще бывать на свежем воздухе. Что ж, остается добавить наше здоровье в наших руках. Берегите его. Успехов вам и достижений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин